Дорогие заволжане, я счастлив, что имею возможность в этот день обратиться к вам с некоторыми словами. В жизни каждого человека день рождения – это самое значимое событие в земной жизни. Вот такое же значимое событие в жизни села, города. И вот на сегодняшний день, я думаю, что в Нижегородской области сегодня торжественное состояние по поводу дня рождения, 70-летия сегодняшнего города Заволжья. За эти 70 лет для России, для Советского Союза, Заволжья, жители Заволжья, все его сословия, все его жители внесли огромнейший вклад не только в промышленность, в хозяйственную деятельность, но здесь еще очень мощная культурная составляющая. Я думаю, что именно город Заволжья и его жители украсили городецкий район. И сегодня городецкий район, благодаря появлению на карте городецкого района именно Заволжья, получил совершенно новую составляющую. Вот эту часть промышленную, часть хозяйственную. Мы знаем, что столько было героев на войне, Великой Отечественной войне, но я думаю, что основное, что внесло Заволжья в состояние Советского Союза, в состояние нынешней Нижегородской области и России, это, конечно, именно промышленная часть, хозяйственная часть, экономическая часть и финансовая часть. Когда мы говорим о производстве, то мы должны говорить о другом мире, в котором живет каждый из нас. Я сегодня поздравляю учителей, которые за эти годы подготовили огромное количество будущих профессионалов, специалистов, патриотов, нравственных, духовных людей. Я сегодня поздравляю руководителей Заволжьского моторного завода. Конечно, здесь сменилось очень много людей на этом посту, в этой должности, но это были замечательные люди, которые представляли Заволжья именно на фоне Советского Союза. Я сегодня поздравляю тех людей, кто когда-то работал в партийных органах. Именно на партийные органы в советский период легла идеологическая часть, ответственность за нравственность и мораль населения. И я знаю многих из тех, кто возглавлял партийные структуры и в целом Заволжскую партийную организацию. Я поздравляю сегодня профсоюзных руководителей, потому что на профсоюз в советское время пала очень большая нагрузка. И именно профсоюзные работники, которые все скрепляли между партией, между производственной деятельностью и между хозяйственными нормами, стандартами. Вот профсоюз. Это очень мощное звено было всей советской и нынешней системы. Я сегодня поздравляю особое мое поздравление инженерам, мастерам, руководителям цехов. Это на них легла основная организационная работа, на них легло управление, на них легла ответственность за очень сложные планы, ответственность перед, конечно, страной в лице Москвы, перед правительством. И я, насколько знаю хорошо историю Заволжья, Заволжья всегда хорошо отчитывалась за свою деятельность. Вот это очень важный момент. Я поздравляю работников культуры. Работники культуры в лице искусств, в лице творческой деятельности, очень мощно внесли вклад свой в состояние людей, в состояние их духа, в состояние их морали, нравственности. И, конечно, участвуя в производственной деятельности, огромное количество людей участвовало в секциях, в кружках, в разных формах работы, в дворцах культуры, в клубах, досуговых центрах, в стадионах. И вот сегодня, когда я заговорил о стадионе, я поздравляю работников физкультуры и спорта. Заволжье и в этом несло свой вклад, и в этом отличилось. То есть мы сегодня видим, как все звенья того, что мы называем город Заволжья, очень мощно, именно я говорю мощно, участвовали во всей своей деятельности за эти 70 лет. И какое бы мы сегодня звено ни назвали, кому бы мы ни обратились, начиная от дошкольного образования, от начальной школы, от основной школы, от техникума, в котором я неоднократно выступал, и заканчиваясь самой производственной базой, самим производственным центром, везде, о чем я сейчас сказал, прошли, наверное, все жители Заволжья. И, как я уже сказал, каждый из вас прожил свою жизнь. Но что важное в этой жизни сейчас надо отметить? Что вы, родившись на земле, вы отдали свою жизнь городу своему и отдали все свои способности, свои возможности на реализацию того, что делало Заволжья для Нижегородской области, тогда для Борьковской области, и в целом для России и Советского Союза. Поэтому сегодня я поздравляю вас с праздником. Я сожалею, что не участвую сегодня в этом торжестве. Я сожалею, что не могу видеть ваши глаза для меня, ставшие родными за эти 10 лет. Поэтому сегодня я руководителей города поздравляю с этим событием. Я поздравляю сегодня руководителей городецкого района, что в составе городецкого района находится такое удивительное звено, как город Заволжья. Я желаю городу Заволжья, всем его жителям, я желаю руководителям всех подразделений, чтобы вы сегодня показали, наверное, еще большее, чем это было показано в советское время. Я желаю, чтобы вы показали, что вы талантливые, даровитые люди. Когда нам все готовое есть в лице финансов, когда все организовано, тогда можно это что-то показать. Но мы знаем, что даже когда у нас что-то есть, мы начинаем лениться. Я желаю, чтобы жители Заволжья на всех уровнях показали сегодня России, что можно сделать, не имея нужного количества финансов, может быть, не имея нужного количества рабочих мест. Вам, именно вам сегодня, в этой экстремальной ситуации, нужно принять решение. И самое главное скажу, живое ищет выход. Если сегодня Заволжья и жители его являются живыми людьми, то покажите свое творчество, покажите свою жизненную энергию, найдите решение в экстремальной ситуации, найдите путь выхода, найдите новые звенья деятельности. То есть сегодня, в отличие от того времени, которое было 70 лет назад, когда решение было принято в центре Советского Союза, в Москве, сегодня, мне кажется, Заволжье, как система самоуправляющая, вы подумайте, каким должно быть Заволжье, вы подумайте, в каком направлении оно должно двигаться, вы подумайте, что добавить сегодня к тому, что есть Заволжье. Я обращаюсь к старшему покорению. Подскажите молодым, юным детям, как они должны жить сейчас на благо нашей Родины и Матери России. Расскажите им о том, как вы в трудных условиях находили выход. Расскажите им о героях, которые ушли на фронт именно из Заволжья и не вернулись назад. А те, кто вернулся, расскажите свой опыт, передайте свой опыт вашим детям, внукам и просто жителям, вот, молодому поколению города Заволжья. Сегодня, в этот торжественный день, я всех нас поздравляю, что мы принадлежим к матери Родины и России. Какие бы условия не были в мире, какие бы сложности не были в мире, Россия была и есть и будет величайшей державой. Но великая держава России зависит от вклада каждого из нас. Поэтому я желаю, чтобы, конечно, вы думали о себе. Конечно, желаю, чтобы вы думали о своих детях. Конечно, я желаю, чтобы вы думали о своих внуках. Конечно, я желаю, чтобы вы думали о своих соседях, друзьях. Но я желаю, чтобы мы все думали о нашей матери Родине России, о нашей Нижегородской области, которая должна занять в России очень высокое место и положение. Почему? Потому что в Нижегородской области живет очень талантливое, удивительное население, которое прошло испытание в самых трудных ситуациях, которые были в истории России. Всего вам доброго, вас всех с праздником и благодарю Бога, что я с сегодняшнего дня уже принадлежу к вам в течение 10 лет, принадлежу к вам тоже. И считаю уже своей Родиной сегодня, городецкий район и близко, и дорогое мне, конечно, население Заволжья. Спасибо, Господи.